Девушки отдыхают Данечка, если ты волнуешься, можно дать в руки гитару, это успокаивает немножко, нет? Меня не успокаивает, а почему в такой странной позе? Дана, мне приятно стоять перед тобой на коленях. Перед звездами такой величины, как ты, Дана, я должен упасть на коленях. Хорошо, что передо мной на коленях, я думала, сейчас на коленке мне сядет. А ты вообще, тебе нравится, когда мужчины на коленях стоят перед тобой? Когда что-то говорят, в любви признаются, я хочу тебе подарить кольцо. Любят, когда говорят, пойдем... Конечно, я люблю, как любая девушка, но у меня уже кольцо одно есть. Ух ты! Несмотря на то, что нам запретили задавать этот вопрос, но всех очень сильно интересуют. Меня же прямо выворачивает от того, как я хочу тебя спросить. В положении ли я? Да. Я не в положении. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Знаешь, вот когда-то... Откуда ты знаешь? Ой, я... Есть какие-то приметы? Вы знаете, нет, но просто у меня полтора года не было контактов. Это ты думаешь, что не было контактов. Давайте узнаем, в положении Дана или нет с помощью смс-голосования. Это телефон. Алло? Алло? Алло, да-да, я слушаю. Меня зовут Иван Степанович, мне 84 года. Угу. Я не занимался сексом с 1989 года. Дана, а вы тоже скучаете за СССР? Есть самый надежный способ проверить, беременная ты или не беременная. О, мои огурцы! Ой. Огурцы. Ой, не могу, хочу. Давай. Хочешь, давай. Никто не... А можешь без рук? Никто крышку. Вкусно пахнет, но я все равно не беременна. Есть еще вопросики из... Ой, звонок. ГПУ. Даночка, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, суп, проблонда или перекись водорода? Это о марках машин. Все мы узнали голос Виталика Козловского. Мы этот вопрос... Виталик, просто попробуй хной. Обычный народный способ. Но, кстати, Виталик единственный, кто правильно задал этот вопрос. Может, никто не могли выучить эти слова. Виталик, бритва, бритва твоё спасение. Дан, ты что, проиграла в карты, что ты с Козловским вместе поёшь на «Зерклей-плюзиле»? Кто тебя заставил вообще это делать? Почему Козловский? Почему не кто-то нормальный? Ива Боба был, например. Ну, хотя бы. Какие отношения у тебя с Козловским, с Виталиком-то как? Ой, слушайте, с Виталиком отношения хорошие. Ты можешь расслабиться? Вот руки как-то, не знаю, с Виталиком отношения хорошие. Прекрасные отношения с Виталиком. Если я ещё что-то скажу плохое, посмотрим. Ну, Виталик классный. Ну, скажи плохое. Скажи, Виталик плохой. Козёл, Виталик? Нет. Виталик просто очень сильно себя любит. Виталик сильно себя любит? Данна Борисова признаётся в программе ГПУ о том, что Виталик нарциссирует над самим собой. Данна, пожалуйста, для меня, на секундочку. Можешь маленькую сценку? Поднимите, на секундочку. Данночка, представь, что я Козловский. Ну, всё, представлю. Да, значит, я Козловский. Тут уж обезлазить. Ты, Лёшка. Значит, как он любит себя? Скажи, пожалуйста, ну, что он проявляется? Она говорит, привет. Нет, я не знаю конкретно, как и где это происходит, потому что у нас разные гримерки. Как вы зарываетесь? Как Козловский говорит, привет, малыш. Или как? Да, привет, малыш, я пошёл в свою гримерку. А ты говоришь, Виталик, давай репетировать, а он тебе так. Я звезда. А вы в разных гримерках сидите? Да. Ладно, садись, номер не получается. Да какой смысл в вашем дуэте, если вы в разных... Вы живёте по отдельности в Киеве? Да, кстати. У вас нет романа с Козловским? О, господи. Я не знаю, у Козловского есть. Ты не от него беременна? Нет. Да, ГПУ. Алло, здравствуйте, а можно Дану? Да, я вас слушаю. Даночка, мне 18 лет. Ой. И вы знаете, меня мальчики пригласили в сауну. Какой ужас. Не ходите туда. А мне, а мне нечего одеть. Но я хочу вернуться к больной теме, к теме Виталика Козловского. Дана, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вы с Виталиком займёте достойное место в программе «Зирка плюс Зирка»? Ну, с такими членами жюри, как у вас. Я только одного не могу понять, что там за бабушка в платке сидит. Это, ну, ты не знаешь, что там. Слушай, это Лайма Вайкуля заслуженная артистка Литвы. Что ты рассказываешь? Нет. Бабушка в платке. А вот ты когда в душе, ты поёшь? Или в душе просто тишина и всё? А я вообще душ не люблю. Я в ванне люблю полежать. А-а-а. Вот это, знаешь, это вот сказывает... А в уточки играешь, кораблики какие-то... Конечно же, у меня всё плавает. Но когда в ванной лежишь, поёшь? Нет, не пою. Это слишком ментивный вопрос. Хорошо, но какую любую народную песню русскую, ты помнишь сейчас? Давай, поём, давай, поём. Калинка, калинка моя, в саду ягода, калинка, малинка моя. Играть не будешь? Я могу. Из украинских песен Виталик тебя пока ничего не научил? Как же, я же исполняла, забыл, что ли? Ой, давай её ещё раз. Ой, да это довольствие. Давай. Давай на сцене. Пойдёмте. Давай. 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 Дело в том, что сегодня на все питания Дана Борисова відповідала, ну, напевно, не знала всі відповіді, вона більше якось інтуїції брала. Тому мы подумали, что Дану Борисову можно відправити в программу «Інтуїция», тем паче, что ведучий цієї програми у нас теж є. О, интересно. Да. А здравствуйте ещё раз, дорогие друзья. Вы смотрите шоу ГПУ, и у него в гостях «Інтуїция». Меня зовут Виктор Логинов. Поговаривай. А я интуиция. Ты не интуиция, датушка, ты муза. Сегодня ты муза. Моя муза. Спасибо, поняла. Так вот, поговаривай, что интуиция лучше всего развита у женщин. Ты знала об этом? Особенно у блондинок, да, конечно. Совершенно верно. А, я так и думала. Сегодня мы это и проверим. Самая яркая представительница светлой половины женщин. Дана Борисова, аплодисменты. Ты вообще скажи, пожалуйста, пользуешься интуицией? Вообще не пользуюсь. Что-то как-то в последнее время я ей не пользуюсь. Даже, а где она у тебя лежит? Думаю, лежит в полке. В полке? Да. С носками там? В полке с носками, там, с нижним бельём. Но я не пользуюсь. Что-то в последнее время как-то... Так прокиснет же. Не, не прокиснет. Я там проветриваю. Ты доставай её, пожалуйста, потому что интуиция необходима каждой женщине. Например, ну, при выборе продуктов в магазине. Ты же не знаешь, что будешь готовить. И сколько человек потом это будет есть. Поэтому... Я всегда знаю, сколько человек будет есть мои продукты. Сколько? Немного. Немного? Нет, максимум два человека. Остальные пусть едят свои продукты. Горь, скажи, пожалуйста, а при выборе мужчины ты пользуешься интуицией? Или чем ты пользуешься? Слушай, ну, вот с мужчинами как-то у меня сложно. Они меня всё время обманывают. Вот интуиция меня подводит. Как раз она в полочке лежит. Так ты же ей не пользуешься. Вот, ты доставай её и как флешку вгружай ей. А ты доставать, надо доставать её уже. И всё. Ну, давай проверим, всё-таки осталось ли хоть что-то у тебя от интуиции. Если нет, я тебе помогу. Смотри, у нас здесь есть четыре героя. Четыре незнакомых персонажа. И мы сейчас попробуем выяснить. Первый раз их вижу всех в глазах. Абсолютно незнакомые люди. И мы сейчас попробуем выяснить. Подозрительные какие-то. Да? Угу. Тайные, тайные агенты разведки. Вот от красной бабочки работает на Бахрейн, мне кажется. Ой, чувствую, да, что-то там неладно. Вот смотри, один из них рэпер, другой директор кировоградского телевидения. Извините. Третий. С рэпера смеялся. Третий ведущий кулинарного шоу. А четвёртый дядя Жора. Смеха молчает. А ведущий кулинарного шоу, это которая... Вот давай-давай-ка попробуем выяснить, кто есть кто. Расставить, так сказать, всё по полочкам. Посмотреть в глаза. Сначала смотрю. И выяснить, кто же из них кто. Кто... Куда ты пошла? Ну пойду поближе, пригляжусь. А ты не видела их? Вернись, пожалуйста, ко мне. Давай отсюда лучше. Пусть подходит. Заманиваю. Четыре бабыля сидят. Надо в глаза им заглянуть. Сейчас я пойду посмотрю. Будь осторожна с этими. Дальше носа не ходи. Какие варианты у нас есть? Директор Кировоградского телевидения, рэпер, ведущий кулинарного шоу и дядя Жора. Ведущий кулинарного шоу. Я так и поняла. Садитесь. Что ты делаешь? Кулинарное шоу. Мне просто надо было потрогать его руками. Иди сюда. Животик мне потрогает. Давайте остановимся на позиции ведущей кулинарного шоу. Ну смотри, четыре человека. Сколько должен весить ведущий кулинарного шоу? Не менее ста килограммов. Почему? Ну, потому что он ведущий кулинарного шоу. У него бесплатно продукты. А то есть, ты считаешь, как это? У воды работать, до воды не напиться, да? Никаких ясно. То есть, если... Меня всегда это интересовало, но недавно я поняла, что они все съедают. То, что они там готовят, они сами все съедают. Не, чтобы народу подарить. Да, не говори. Хорошо. И ты считаешь... Я считаю, что вот он, который съедает все продукты. А что ты его не дозрешься? У тебя есть подсказка ведущего. Я думаю, что ты ей воспользуешься. Это не так. Ой, ну тогда красная бабочка. Почему? Почему? Меня все девушки так называют. Красная бабочка. Папа, покатай. Ой, давайте... Покатай меня, большая рэперская черепа. Ложитесь, ложитесь. Я помогу. У меня есть это. Директор Кировоградского телевидения, кстати. О, Боже. Неплохо. А рот в рот. Это же самое важное. Данночка, в очередь. Мне плохо. Сейчас. А, Андрей. Хорошо, хорошо. Где уже? Давайте, давайте. Я думаю, это подкуп наших незнакомцев. Почему? Давай, мы... О, 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 помогите. 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 Это же день доброты. Помогите. Андрей, это что творится. Вы думаете великую? Что творилось? Красные бабочки пристают. Красные бабочки пристают. Этот, который съел все продукты, на меня залез. На красную бабочку. И меня съесть хотел. Вот этот, вот этот вот... Господи, какой разврат. Андрей, хотел съесть красную бабочку. Пиджак, пиджак, галстук набросился на красную бабочку. Я не погорячился. Я еще, я как-то сюда пришла, я поняла, что эти двое не простые. Бабочка и галстук. И кулинарный поединок. Да, да. Что-то между ними какие-то флюиды, что ли, даже я чувствовала. А я тебе говорю, не помню. Я, он когда на меня сел, я тоже почувствовал. Такой флюид сел на меня. Да, да, да. Что-то там у вас, ребята. Ну что, мы продолжаем интуицию, да? Продолжаем, да. Я предлагаю все-таки тебе найти дядю Жору. Или оставим на сладкое. У тебя есть дядя? Он у меня пьющий. Да, ну на сто процентов нет. У нас, у нас сто процентов нет. Вот так просто делай на себя, вот если услышишь. У тебя дядя Жора? Как должен выглядеть дядя Жора? Мне почему-то опять кажется, что это красная бабочка. Да не делаю я твои продукты. Где незнакомцы подсказывают, делают какие-то жесты. Ага. Что? Ага. А Кировоградское телевидение у нас... Где? Сидит, вон оно сидит. На стуре. Еще пара выпускного про Януковича будет сидеть в Кировоградской телевидении. Все, Кировоградское телевидение не пересадишь, на самом деле. Да, не говорили. Слушай, Кировоград это областной центр. Знаешь, где Кировоград находится? Черт знает где, а этот где сидит. У вас там в Кировограде больше... Ну вообще... Ну почему ты дядя Жора... Проселся. Проселся быстро в Кировоград. Там на телевидении проблемы. То есть ты считаешь, что незнакомец под номером, если от с этой стороны два, директор Кировоградского... А как же дядя Жора? Я же говорю, у меня я разрываюсь. Не показывайте. Я думаю, что Красная Бабочка во всем виновата. Это... Ты считаешь, что незнакомец в Красной Бабочке дядя Жора? Да. Пожалуй, так оно и есть. Да. Это действительно так. Слава. Браво. Итак, мы и ищем директора Кировоградского телевидения. Дядя Жора определён. Теперь тебе Красная Бабочка не смутит. А прикинь, если я еще и директор. С другой стороны, почему бы дядя Жора не быть директором Кировоградского телевидения, читать рэп по выходным, а по пятнице вести кулинарное шоу? Согласна. И Красная Бабочка все с ним успеет. Так, ну что? Директор Кировоградского... Подсказка зала. Подсказка зала и зал. Он! Вот так подсказали все. Я тебе хочешь подскажу? Это он. Ага, какой именно? Можно в этом вот так вот прицелить? Давай, давай. Вот это точно. Он на стуле, который сидит, я же говорила. Красная Бабочка? Нет, который в кресле расселся. В котором из? Да. Нет, этот у нас кулинарное шоу, этот у нас Красная Бабочка, а этот у нас Кировоградское телевидение. Тебе повезло. Хорошо. Хорошо, тогда кто Потап? А кто у нас оставался? По-моему, мачо. Ну давай перечислим. Смотри, у нас Дядя Жора есть, кулинарное шоу есть, кулинарное... Кировоградское телевидение есть, остается рэпер. Тут я, пожалуй, запутаюсь сейчас. Слушайте, ну я прям не знаю. У тебя столько потап и одна позиция рэпер. И если у тебя не состыковочка, тогда я делаю еще одну подсказку от ведущего. У тебя есть такое право. Потап, рэпер! О-о-о-о! Ура! Спасибо, спасибо! Ура! Кто-то меня хоть раз рэпером называл. А давно это ведущий ГПУ стал рэпером? С сегодняшнего дня. Так пожелала Дана Борисова. Спасибо, Даночка. Ты права. Да, спасибо. Ты сразу угадала старый рэпер. Итак, у нас есть стопроцентно угаданный дядя Жора, есть рэпер и остается две тайные личности. Так мы что, у тебя уже это, что ли? Мы же не выяснили же еще с тобой. Мы уже 50 раз выяснили, который в галстуке, он ест все продукты. Красная шапочка или как? Красная шапочка, она... Красная тапочка. Красная тапочка у нас, кто она там была? Тогда я задам вопрос ведущему Кировоградского телевидения. Задай. Да. Скажите, пожалуйста, какое самое яркое шоу на Кировоградском телевидении? Так, Красная шапочка, не отвлекайся. Хорошее шоу. Витание на замовлення. Вот так вот. А размовлять? Как? Перевод. Транслейшн. Это поздравление по заказу. Это вот где продам девятку. Это там где семья Петренки из села Загвиздя витает всю свою родину. Петра, Ивана, Павла и племянника... Зинаиду Петровну. И за это... С наступающими святами. И все-таки это Красная бабочка. Да, Красная бабочка не унимается прям, я не знаю. Надо с ней жестко, жестко поступить как-то. И все-таки мы должны это выяснить. Скажите, Юрий, вы действительно директор Кировоградского телевидения? Все дело в том, что... Да действительно ли что? Я плачу большие деньги за то, чтобы поставить себе дома очень дорогую и модную антенну для того, чтобы ловить Кировоградское телевидение в Киеве. И смотреть лучшие программы, которые выходят на этом телевидении. Какие программы там выходят? Новости. Для того, чтобы... Новости. Зроби соби что-то. Зроби соби сам что-то. А что вы на себе... Мы сами соби это делаем дома, но в Кировограде это тоже делаем. Смакуем с трактористом Петровичем. Прямо в тракторе? На одинце с всеми. На одинце с собой. И эти программы мы смотрим долго, нудными, темными. Ведь у вас светло выключают в Кировограде? Водихи его не включают. Инколи, коли выключают светло зимовыми, долгими вечерами, мы на одинце с собою робимо це. Но сейчас прозвучит самый главный ответ. Вы директор Кировоградского телевидения? Слава Богу, нет. Нет! И, к сожалению, к сожалению, ты проиграла. А сколько я могла выиграть? Три миллиона юаней. Просто, Данечка, нас в кулинарном шоу так сильно бьют и запрещают кушать, что мы вот такие худые, слава Богу. Юрий, как кулинарное шоу. Как там больно? Самое главное, Дана, что ты выиграла, это любовь наших зрителей и телезрителей. Дана Борисовна и Карлогина. Аплодисменты. Интуиция. В ГПУ, Винника, спасибо. Данечка, просто фантастика.